Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня я хотел бы вернуться к тому проекту, который обещал развивать – «Правосудие и кривосудие». Ну, во-первых, скажу, мы вот за 2020 год посмотрели, за 2020 ковидный год, сколько раз наша церковь, мы были в судах? 28 раз. 28 судебных заседаний в ковидный год, когда, казалось бы, всё встало. Нет, не встало. Нас судили по разным делам, по разным вопросам, и всё меньше и меньше мы видим позитивных каких-то решений, какого-то позитива того, что должно происходить в судах. Наверное, последнее, что в России осталось, это надежда какая-то у людей, у простых людей, даже у нас, у церкви, на суды, на наши российские суды. Но, к сожалению, мы видим даже простые какие-то решения, которые принял суд, например, мы обратились за разъяснением, просим, дайте разъяснение. И знаете, что самое забавное? Калужский областной суд отказал нам в этих разъяснениях и посоветовали обращаться в вышестоящий суд. А о вышестоящем мы уже делали видео, показывали, когда мы приехали. Сленом Совета по правам человека при президенте, с Владимиром Васильевичем Риховским, мы были в Саратове, в суде третьей инстанции, куда нас даже не пустили в зал заседания, хотя стоял зал номер 4. Нас посадили в подвал с телевизором, и мы думали, что мы все в одинаковых условиях. И потом увидели вдруг, что прокурор с судьями, без масок, без всяких санитарных норм, без перчаток, они все вместе в одной комнатке. Даже прокурор говорил в судейский микрофон. И, наверное, решали вместе, какое решение вынести в отношении церкви. Я не знаю. Я не был там, нас туда не пустили. Мы только видели по видео, как они вместе, рядышком, ладненько, рядненько. И что получается? У нас не остается никаких нравственных, совершенно никаких нравственных ориентиров. И мне кажется, как священнику, что церковь должна занять это место, что церковь должна быть тем, кому доверяют, кому еще пока доверяют в нашем обществе. Но, к сожалению, суды во что превратились? Люди обращаются туда, если есть деньги, если есть деньги на адвокатов, правильно написать. Вот после задержания моего сына я увидел, как многие ребята вообще не знают, как вести себя. Многие потом видео записали на разных каналах, показывали, что с ними происходило, какое бесправие было. Они не знали, что они могут, что не могут. Оказывается, суд возлагает на них ответственность. Например, ходатайствовать об адвокате они должны были сами, или вообще еще о чем-то. Они этого не знают. Мы этого не знаем. Мы простые граждане, мы этого не знаем. Адвоката не допустили, никого не допустили. Мы видим, как суды прям под штамповку принимали решения одно за одним, одно за одним, одно за одним. В отношении простых ребят, которые вышли за свободу того же Алексея Навального. Да мы видели и суд с Алексеем Навальным. Вся страна смотрела, все наблюдали, что происходит. Как по звонку, я не знаю, может быть, наверное, надо очень быть аккуратным в словах, принимаются решения. Когда уже даже статьи такой нет по тому делу, как говорят, она уже отменена, а срок ему все равно дали. Не отменили, статьи нет, ничего нет по делу, которое все люди знают. И реальный срок дали, и другие моменты были. И сейчас продолжаются суды. На что рассчитывать людям, когда все размыто? Люди перестали уже доверять. И законно избранной власти все меньше и меньше, авторитет падает. Люди перестали, да вообще, наверное, не доверяют своим депутатам. Люди, я слышал выступление от членов СПЧ, Совета по правам человека, которые говорят, да ни одно решение уже не имеет никакого смысла, что мы собираемся, что мы не собираемся, все равно никто не слушает. Никто ни по одному решению не принимает никаких вопросов. Поручения раздаются, там администрация президента что-то приходит, там все. Ну, а решений? А решений никаких. Они сами уже разочарованы, подписывают вот сейчас разные там петиции и все остальное. На суды надежды нет, на полицию нет, на депутатов нет. Некоторые говорят уже и на президента надеются. Вот была последняя, да, всегда все старались попасть на встречу с президентом, чтобы озвучить свои какие-то проблемы, свои трудности. И только тогда вот президент должен был решать наши проблемы. Я говорю из собственного опыта. У нас там вот на улице, где у нас дом есть, тоже одна из членов церкви писала президенту, чтобы провели газ. Это, знаете, 2018 или 2019 год был. Вот вдумайтесь только. Центр России, Калуга. У нас адрес город Калуга, такой-то, такой-то, улица такая-то, такая-то. Нету газа, нет дорог, нет водопровода, вообще нет ничего. Это новые гигантские там поля, там сотни-сотни-сотни домов построены. Ничего нету. И вот одна членов церкви писала, ей пришел ответ из администрации, все там. Надавили куда надо, вроде газ худо-бедно провели, только по улицам. А за остальное надо платить, платить огромные деньги, чтобы тебе твой дом подключили. И вот наши многодетные, и все, кто живут там, ну, собирают деньги и подключаются. О чем я говорю? О том, что надо вмешаться в главе государства, чтобы в 170 километрах от Москвы провели газ. Многодетным. Да и не только. Просто людям, просто гражданам России. Что происходит? Кому доверять? Мы видим, что сегодня общество разделилось, священники разделились. Одни заняли такую позицию, знаете, А я вспоминаю, по-моему, когда Кудрин пришел и занял определенную позицию в правительстве, он тогда очень интересную проповедь в правительстве сказал, он вспомнил историю Египта, Иосифа, о семи годах тучных коров этих. Помните библейскую историю? Он истолковывал тучные коровы и голодные коровы. И пока тучное время было, все собирали-собирали, сейчас, как видно, голодное время, все уже почти проели, происпользовали все. И, наверное, вот тучное время, хорошее время, даже на священников, на пастырей, на епископов, на, неважно, протестанты, православные, католики, наложило свой отпечаток. Да даже и на мусульманских священнослужителей, на всех. На нас это оказало сильное влияние. И многие сейчас, наверное, занимая какие-то хорошие, тёплые позиции, места, не хотят уже ничего, потому что надо тихо, мерно, вот я живу там, стригу своих овечек в эти… И некоторые так и живут, думают, что годы всё такие же сытные, всё такие же тучные. А людям тяжело, людям очень тяжело. Время изменилось, очень сильно изменилось. Мы должны понимать это. Мы должны видеть это, когда люди сегодня обращаются в суды и не находят правды там. Наверное, в ближайшем видео я расскажу вам один интересный момент, тоже в этом проекте «Правосудие и кривосудие». О том, как у нас три-четыре решения есть по одному и тому же делу, я уже рассказывал, наверное, в предыдущих роликах, когда была экспертиза по храму нашему в Калуге, тогда экспертная организация, которой руководит глава императорского палестинского православного общества в Калуге, это были её эксперты, достаточно наглые люди такие, православные, конечно. Не знаю, конечно, можно так говорить или нет, которые сидели вот так вальяжно у неё в кабинете и говорили, «Да чего вы, судья пишет то, что ей говорят, не скрывая, не стыдясь». Это было пару лет назад. И эти же люди, они привлекли стороннюю пожарную организацию сами, и там было три таких, даже четыре разных решения. Они давали разные показания, потому что мы писали, жаловались везде. И потом очень интересно было даже судебное заседание по этим вопросам. Я помню, во время первого заседания я недоумённо что-то сказал судье, «Ваша честь». Он наорал на меня, сказал, «Я удалю вас». И знаете, чтобы не злить судью, я больше не ходил на эти заседания, потому что было очевидно, к чему ведёт судья. Кстати, его сейчас назначили по новому делу у нас. Я буду вас информировать, обязательно запишу скоро новое видео, где расскажу вот об этих четырёх решениях. Два решения Следственного комитета, одно решение суда и одно решение ещё другого суда. Это просто показывает современное состояние. Люди спрашивали, очень много людей в церкви ходило на суды, они просто в недоумении были, «Пастор, как такое может быть?» Люди перестали верить, доверять даже судебной системе. Смотрите нас на канале «Взгляд с небесный». Я буду развивать и продолжать этот проект. Мне звонят уже, даже пастори спрашивают, «Расскажите, как это бывает, что это бывает, и чего нам ожидать, как долго это всё будет?» С вами был я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, благослови вас Господь!